О селе в городе. В Красноярске стартовал агропромышленный форум Сибири. Сегодня его посетили высокопоставленные гости, которые обсудили успехи отрасли и ее будущее. Подробности у Дениса Новожилова. Хозяйство делает упор в основном на продукции животноводства. Молочные продукты, хлебобулочные. В их производстве Николай успешно разбирается уже три с половиной года. Работает в фермерском хозяйстве села Шила. Раньше, говорит молодой человек, в деревню не хотел ни в какую. А сейчас уже дом достраивает, вложив в него своих средств всего 10%. Остальное оплачивает краевой бюджет. Ну, помыкался по городу, поискал работу. Думал, получше здесь что-нибудь найдут. В село сразу не хотел возвращаться. Образование у меня агронома. Я сходил к председателю, побеседовали. Он мне рассказал, какие есть программы. Ну, я как бы и загорелся. Вопрос стремления молодежи, да и не только ее в деревню, один из основных на повестке агропромышленного форума Сибири. Сегодня его посетили полномочный представитель президента в Сибирском округе Виктор Толоконский и глава региона Лев Кузнецов. Губернатор заявил, сейчас на селе обновляется техника. Помогает в этом и власть. Господдержка в 4,5 миллиарда рублей за этот год. Но без квалифицированных кадров сейчас никуда. А заинтересовывают их, например, обеспечением молодежи жильем. Очень важно сформировать позитивный образ села. До настоящего момента все-таки у молодежи сформировалось понимание, что на село идут только неудачники. Село, на самом деле, это и есть одно из престижнейших мест работы. Во-первых, хочу поздравить сельских тружеников края за высокий результат, за высокий урожай, за то, что они выдержали очень трудный по климатическим условиям год, трудную уборку и 2,5 миллиона тонн для Красноярского края, края промышленного, который имеет самый высокий показатель урожайности, вообще от Урала до Океана, это большая заслуга. Виктор Толоконский пообещал о положительном опыте Красноярского края обязательно расскажет в других регионах Сибири. Пусть пользуются. Денис Новожилов, Алексей Гусев, Новости ТВК.